Невозможно открыть окна, удушающий запах. То ли газ, то ли сероводород, то ли канализация. С такими жалобами по поводу качества воздуха обратились к главе города Елене Лапушкиной, жители микрорайона Волгарь. Встреча прошла на предприятии «Городские очистные канализационные сооружения» с участием представителей надзорных органов и общественных организаций. Власти выслушали обращения жителей и выводы экспертов. На наш взгляд, проблема требует комплексного решения, поскольку есть фактор деятельности промышленных предприятий, есть фактор розоветров, есть фактор наличия на территории района иных возможных природных источников негативных запахов. У нас есть озера здесь, у нас необходимо дальнейшее изучение дополнительных факторов, которые могут влиять на в целом то или иное превышение. На встрече обсудили несколько путей решения проблемы. По просьбе жителей проработают вопрос установки дополнительного поста замеров качества воздуха на 116 километре. Елена Лапушкина поручила создать комиссию и открыть телефон горячей линии. В случае сигнала от жителей об усилении запаха, комиссия будет выезжать ночью для проведения замеров вблизи домов и в квартирах. Также глава Самары обратится к нефтеперерабатывающему заводу с просьбой обеспечить комиссии доступ на предприятие. Встречи проведут с представителями всех предприятий, которые работают на территории Куйбышевского района, с участием инициативной группы жителей. Это целый комплекс мероприятий, которые необходимо проводить на территории этого района. Сегодня неоднократно уже людям говорило, что не надо навешивать ярлыки ни на одно предприятие, потому что нет никаких доказательств, нет таких вот 100% установленных, что именно это предприятие совершает выбросы, именно от этого они страдают. Но нет таких доказательств. Договорились двигаться поступательно. По требованию природоохранной прокуратуры Роспотребнадзор и Росприроднадзор выйдут с десятидневными проверками на два самых крупных предприятия района – Самарские коммунальные системы и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В ближайшие дни, начиная с пятницы и продолжая на следующей неделе, будут организованы соответствующие внеплановые мероприятия по контролю с проведением замеров в соответствующих точках на границе санитарно-защитных зон и в тех местах, где это требует регламент проведения надзорного мероприятия. В случае выявления несоответствия обязательным требованиям санитарного законодательства и превышения нормативов, меры будут приниматься в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Мы составляем протокол и передаем дело на рассмотрение в суд. На встрече также договорились обсудить в ближайшее время высадку деревьев для создания защитной полосы и улучшения качества воздуха в Куйбышевском районе. Все принятые решения лягут в основу дорожной карты, о ходе реализации которой администрация будет регулярно информировать жителей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.